Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Подоплёк» мы обсуждаем очень важную для Латвии тему, тему авиационного транзита, которая начала развиваться благодаря тому, что Рижский аэропорт имеет очень длинную, хорошую, доступную для приёма самых больших грузовых самолётов взлётно-посадочную полосу, 3200 метров. И традиционно рассматривалась тема использования этого ресурса как грузового хаба, потому что очень удобно для дальнейших перевозок, для распространения товаров, особенно из отдалённых регионов, таких как Китай или Сингапур или арабские страны, использовать Ригу, потому что это удобный аэропорт, он находится прямо в центре Европы, он связан автотранспортным и железнодорожным сообщением с большим европейским регионом и с регионом России и стран СНГ. И эту тему довольно давно обсуждают, и сейчас как никогда стало актуально создание грузовой авиакомпании, которая бы базировалась в Рижском аэропорту, поскольку во всём мире в связи с ковидом, в особенности вырос спрос на грузовые перевозки, тогда как пассажирские, как вы знаете, переживают достаточно серьёзный кризис и понемножечку, понемножечку возвращаются к каким-то прежним оборотам. Сегодня мы пригласили в студию поговорить на эту тему руководителя компании Aviation Cargo Transit Service, сокращённо ACTS, Евгения Лившица, добрый день. Добрый день. И представители авиационной ассоциации Латвии, Айвара Риттерса. Добрый день, Айвара Риттерса. Добрый день, Айвара Риттерса. Итак, тема возникла, наверное, уже более года назад, и как будто со всех сторон была полная поддержка высказана, ну, по крайней мере, общественности, транспортникам понятно, что это за ресурс, как он может выстрелить для нашей страны, как он может открыть новые рынки, допустим, для наших производителей, и возможности для транспортников. Что изменилось за этот год, и в чём, может быть, проблемы этого проекта, или его минусы, или плюсы, вот как вы могли бы это характеризовать? Начну с истории вообще вопроса, когда где-то полтора года назад было обозначено, что Латвия для преодоления последствий ковида получает существенные средства от Европейского Союза для того, чтобы в первую очередь, как там было записано, это увеличить экспорт и создать дополнительные рабочие места. Идея, которая была и раньше, но мы поняли, и круг людей, которые с нами работают, понял, что есть достаточно денег для того, чтобы создать в Латвии собственную грузовую компанию, которая бы в первую очередь занималась тем, что доставляла бы продукты, произведённые латвийскими производителями, туда, где есть на них большой спрос. Это Средняя Азия, и, как вы сказали, из страны арабского мира, и провели ассоциации и рыбопроизводители, молочная ассоциация, мясная, детское питание. Фармацевти провели достаточно серьёзную работу, дали документы, что у них есть целая группа продуктов премиум-класса Скоропорта, которые имеют спрос, а доставляться они могут только самолётам. Когда были сделаны более-менее консервативно подсчёты, получилось, что благодаря такой возможности мы можем где-то 50-60 миллионов консервативно увеличить экспорт латвийских продуктов. Что значит увеличить экспорт? Это как раз вот создание тех самых рабочих мест. 50-60 миллионов евро в год. Это такой консервативный прогноз. Консервативный, потому что многое зависит от типа самолёта и так далее. Дальше было понятно, что эти суммы доступны вот только сейчас, вернее год там с небольшим назад, потому что действительно эти деньги выделились и были предусмотрены для того, чтобы создать какие-то новые производства. А новое производство, это грузовая компания, это такое же новое производство. При этом Рижский аэропорт уже вложил 15 миллионов в инфраструктуру аэропортовскую, которая как раз предусматривала развитие каргоперевозок. Они вложены, но не используются сегодня достаточно эффективно. То есть деньги заморожены. То есть это было вообще-то давно уже предусмотрено стратегией, поэтому были вложены эти деньги, 15 миллионов аэропортов. Ну, Рижский аэропорт достаточно грамотно ведёт политику будущего и смотрит вперёд. Другое дело, что не всегда есть поддержка свыше. Я имею в виду министерство сообщения. А вот когда мы обратились в различные министерства, то мы получили поддержку достаточно официально, так и министерство, как иностранных дел поддержало этот проект. Такое чувство, что МИД разбирается в вопросах министерства сообщения лучше, чем в самом министерстве сообщения. Министерство экономики поддержало. Министерство сельского хозяйства, потому что оно курирует производителей пищевой промышленности, где ясно, что поддержка там понятная. Нету какого-то общего согласия. Может быть, нужно какое-то политическое решение. Но работа действительно проделана достаточно большая. Даже не нами, а вот всеми этими ассоциациями, которые, Латвийская авиационная ассоциация, которая объединяет там 46-45, 43 предприятия. И везде, в каждой области есть профессионалы. Вот к ним бы хорошо прислушиваться. Айвар, скажите, пожалуйста, как Вы расцениваете этот проект и насколько он может оказать серьезное влияние на авиационную ассоциацию в Латвии? Я бы хотел в таком вступительном паре предложений объяснить нашим слушателям. Потому что все, которые, когда озвучается слово «авиация», сразу есть такие мурашки по коже, и сотни миллионов, которые уходят Аэрбалтик. То есть объяснить суть или… 390 они получили. Истоки. И я думаю, что они прекратятся. То есть только что была и штраф, и всякие другие. Но не об этом. Главное в том, что мы производим товары. На данный момент у нас ухудшаются дешевые исходящие материалы для наших производителей, потому что сотрудничество с Белоруссией больше нет, с Россией ухудшается и так далее. То есть у нас нет больше расходных материалов, дешевых расходных материалов. Да, но по цене конкретно способности. То есть в расценке все время надо смотреть нашим производителям, где им найти спрос или где реализовать свои товары. То есть по сути никому не секрет то, что Латвия не особо конкретно способна в цене и объемах с Польшей или Литвой. То есть нам надо фокусироваться или видеть те, которые есть пищевые производства товары, которые были бы с добавочной стоимостью. То есть премиум класса, по стоимости тоже премиум. И надо найти где-то спрос рынка, который не начислен с конкуренцией и который мы могли бы в краткие сроки добиться. То есть не через 5 лет, а под конец года, через год, два, три года, то есть где нам был бы спрос рынка. Эти рынки, они не рядом, потому что никто не позволит нам Евросоюз или с нашими соседями, как белорусами Украины или россиянами проблемно доставить или конкурировать и так далее. И то есть весь этот проект или то, что обозначил коллега, то, что это рынки, которые много населённые, но не столь насчищены с конкуренцией. Но чтобы до них доехать, добраться, в наши дни экономично обоснованно не ехать с транспортом, морским или автотранспортом, а авиатранспортом. Авиатранспорт в таком случае получается дешевле, если мы смотрим на данный момент риски доставки, риски на границах и денежные, то есть есть расход денежных ресурсов, то есть если вы с контейнером какие-то месяцы, товар идёт в логистике, то есть этот месяц у вас нет вообще в оборотке этих денег, а самолётом доставка в течение пары дней. То есть это всё имеет в виду, что вы сокращаете или компенсируете авиатранспорт, компенсируете эти расходы. То есть по сути очень экономически обоснованно это всё в поддержку наших производителей. То есть чтобы мы экспортировали, такое направление физически нужно. Вторая вещь, то, что нашим слушателям обозначить, что, конечно, мы испугались в прошлом году в марте, в апреле, но он обозначил другой вопрос. Те государства, у которых есть деньги и авиатранспорт, могут полететь и забрать свой товар, который им нужен. То есть то, что в прошлом году летели наши пашизирские самолёты, они были только на одну треть загружены товаром, сколь можно грузовой такой же транспорт забрать. То есть это опять экономически, что нам надо было. Это был лозунг, что мы летим за масками сами и так далее. Конечно, надо отдать должное все, которые отрегулировали, сделали эти возможные, эти полёты или поездки. Но это показывает другое, то что 70% экономически было воздух, ну, то есть в этих самолётах, которые летел. То есть грузовой флот, по сути, как направление перспективное, и он иначе, это не пассажирский, это физический, грузовой, с режимами, температурными режимами, с конкретными графиками полётов, конкретные пункты, чтобы был транзикт, лодистика. Это как механизм, он не создаётся в один день, он создаётся, но это направление перспективно. То есть думаю, что если мы успеем, тогда это последний вагон, в который мы можем прыгнуть, потому что все уже, на данный момент, есть такое востребование бортов самолётов для конкретной модели для грузовых самолётов, которого очень уже востребованы, что невозможно уже купить самолёты, не просто дефицит физически и чартерных грузовых самолётов, но опять конкретная модель, которая экономически обоснована, не просто самолёты, самолёты имеются, но вопрос экономически обоснован, чтобы они могли лететь там. А какие это могут быть модели, как вы расцениваете, какой модельный ряд вы рассматривали? Это конкретные модели на конкретной дистанции. Есть целая группа, например, взять А-330, аэробус, который имеет независимых три трюма, в которых можно поддерживать совершенно... Разную температуру? Нужную температуру, и там могут лететь товары и продукты разного класса, не смешиваясь. Второй момент, я продолжаю. Второй момент, туда, куда прилетел самолёт, мы ещё раз говорим больше даже о продуктах, которые имеют срок реализации до месяца. Это, как правило, достаточно дорогие продукты, и в некоторых странах их просто не производят. Просто не производят. Взять тот же Узбекистан или Азербайджан, их там просто нету, у них нету молока такого, коров нету и так далее. И когда самолёт прилетел, выгрузился, он забирает назад тоже оттуда продукты. Узбекистан имеет совершенно замечательную широкую линейку сельхозпродукций. Одно дело, когда она едет 12-13 дней в Ригу, трясётся и всякое-всякое. Другое дело, когда она за 6 часов опять прилетает в Ригу. Второй момент, это даёт те объёмы, которые Узбекистан, допустим, может поставить в Латвию, Латвии не нужны, но Латвия имеет возможность упаковать с разными группами продуктов и поставить их в Германию, в Скандинавию и так далее. То есть, такой мультипликативный эффект от этой программы возникает. Более того, если в Латвии появляется такая грузовая компания к нам, сразу пойдут грузы, как и шли раньше, когда мы летали на Афганистан, из Литвы, из Эстонии, то есть, это такой, получается, не чисто даже латвийский проект, а прирастать грузами, которые будут 300 километров, будем так считать, из Вильнюса, 300 из Сталина, это несколько часов, и грузы попадают на самолёт и летят по своим адресам в те же страны. То, что я вам рассказал, действительно, Средняя Азия, Узбекистан, там, 32 миллиона населения, Ташкент, 3,5 почти миллиона населения, вот, это две Латвии, это 6 риг, да, то есть, и в каждом городе есть группа населения, которая составляет 5-7 процентов, которые могут покупать продукты премиум-класса, что и требуется для наших производителей. Ну, когда мы говорим о новых рынках, обычно есть скептицизм о том, что новые рынки завоевать не так-то просто, поэтому мы хотим связаться сейчас с руководителем адресского мясокомбината Юрием Скрибисом для того, чтобы получить его комментарий, насколько допустим, такая компания или его коллеги заинтересованы в поиске этих новых рынков, насколько просто или сложно на эти рынки выйти. Сейчас звукорежиссер Евгений Копеин набирает его номер, мы ждем соединения, а пока может быть давайте ответим на вопрос, если 50-60 миллионов евро дополнительно Латвия может получить как экспортный доход, то какой максимальный вы оценивали, какой консервативный прогноз такой 50-60 миллионов, а оптимистический какой? Я боюсь загадывать. Давайте ответьте, потом мы с Юрием переговорим. Я думаю, что постепенно нужно шаг за шагом просто наращивать. Если прирост будет... потолка нет никакого? Нет. Дело в том, что и производители, которые здесь в Латвии, они понимают, какой у них продукт пользуется большим спросом. И могут его предложить. Они предлагают, они покупают больше серии, организовывают вторую или третью смену, набирают людей. Но если прирост в год будет составлять хотя бы 5-7 процентов, это замечательный результат. Хорошо. Юрий, добрый день. Да, добрый день. Вот мы обсуждаем перспективы грузовой авиакомпании и возможности экспорта продукции пищевой латвийской на новые рынки. Насколько это просто, допустим, для вас? Насколько вы оценивали перспективы такого экспорта? В каких размерах он бы мог быть увеличен и насколько позволяют ваши производственные мощности? На сегодняшний день производственные мощности наши позволяют увеличить и мы можем увеличить эту долю экспортную, если мы смотрим те же самые экспортные рынки Азии, Ближнего Востока и так далее. Специфика нашего продукта заключается в том, что есть нюансы, связанные с температурными режимами, но если данные проблемы можно решить, то теоретически это для нас является большим перспективным управлением по продукту. Доля рынка наверное нужно изучить, но для себя мы уже видим потенциал в этом направлении влечения порядка до 10% от всего экспортного объема. А сколько вы сейчас поставляете из вашего общего объема производства на экспорт? Порядка где-то 15%. Ну то есть таким образом на тех же ресурсах вы просто можете увеличить выпуск продукции и фактически повысить устойчивость своего предприятия, так? Да, конечно, конечно. Плюс еще также можно основать новые направления работы с продуктом. Потому что мы работаем с такими классическими направлениями, которые мы производим, если рассматривать рынки Азии, у них есть свои какие-то Ну да, обычно говорят о халяльных продуктах, вот то, что в мусульманских странах востребовано, может ли Латвия поставлять такие продукты? Я даже не смотрю на вопрос халяльных продуктов, мы только являемся производителем мясных изделий, мы и производим вега-продукты. И поскольку вега-продукты также имеют популярность и тенденцию в Танахазе и Ближнего Востока, поскольку эта культура уже и доходит до них своим образом. Соответственно, вега-продукты там даже без сертификатов халяльных тоже имеют место место быть. Понятно. Спасибо большое, Юрий. На связи с нами был руководитель Адарского мясокомбината Юрий Скрибис, и он пояснил, какие перспективы открываются для его предприятия в связи с возможностью экспорта авиационным транспортом грузовой компании, которая может работать в Латвии. Сейчас мы немножечко прервемся на небольшую паузу, буквально пару минут. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, готовы будем принять ваши звонки, если они у вас будут, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Субтитры создавал DimaTorzok 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 отрицин. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в разных странах, и в первую очередь, конечно, в нашей стране, поскольку Латвия обладает достаточно большим потенциалом пищевой промышленности, конкурентоспособной, экспортоспособной, выпускающей продукцию высокого класса, премиум-класса. До перерыва мы переговорили с руководителем Адарского мясокомбината, и он подтвердил, что его предприятие может нарастить буквально плюс 10% к существующему объему экспорта, если появится возможность в холодовой цепи поставлять продукцию его предприятия на новые рынки. А спрос на эту продукцию существует, он есть, и рассматриваются такие страны, как страны Арабского мира и Средняя Азия, Центральная Азия. Для наших экспортеров эти страны не новинка, и сейчас мы попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна связаться еще с одним нашим экспертом, это руководитель компании Балтикова, коммерческий директор компании Балтикова Вячеслав Коческов, свяжемся с ним по телефону, поскольку именно эта компания, как вы знаете, она выращивает кур и снабжает нас всех яичной продукцией различных модификаций, она уже имеет большой опыт в поставках своей продукции именно в направлении Центральной Азии. Вячеслав, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об вашем опыте поставки продукции в направлении Центральной Азии. Вы, кажется, работали с Афганистаном. О каких объемах шла речь, как вы вышли на этот рынок, и можно ли, допустим, в существующих условиях сохранить вот этот рынок, или найти где-то в том же регионе покупателей вашей продукции? Ну, можно найти сюда альтернативу. Объем реализации довольно серьезный. Присутствовал, это было последние примерно 5 лет. Согружали около 80 тонн разовой партии были. Выставляли здесь продукцию, это было охлажденное яйцо. А на сегодня, в принципе, однозначно рассматриваем рынки других третьих стран. Поэтому любая дополнительная технология, она очень существенная роль играет. Ну, мы привыкли к тому, что у нас в магазинах яйца стоят довольно недорого. Выезжая там в ту же Норвегию, мы видим, что они там стоят в 3 раза или в 5 раз дороже. А вот какова ценовая палитра на рынках, куда вы поставляли продукцию авиатранспортом? Оправдываются ли эти цены авиационными перевозками? Видите, здесь все зависит от ситуации, насколько сама страна может себя обеспечить яйцом. В основном, в третьих странах, у них сельское хозяйство не совсем развито. Поэтому из стран Евросоюза такой продукт потребовало. Поэтому если мы видим, у нас цену на полки яйца в среднем от евро 15 до 2 евро, то во многих хозяйствах и странах само это яйцо, оно может стоить от 3 до 8 евро на полке. Понятно. Ну, то есть это... Когда продукт на полке отсутствует, то, следовательно, на него есть воскребан. Угу. Понятно. То есть для вас реально появление такой грузовой компании позволило бы сохранить вот эти объемы производства, и ваш персонал, и рабочие места? Ну, оно не только позволило бы сохранить, оно бы упрощало. Потому что логитика с каждым годом становится довольно ключевой моментом. Поэтому я рассматриваю не только транспортную, морскую логистику, это и авиалогистика. Ну, принциповая логистика, она ключевой, ключевой сегмент. Как ценообразование, так и выразительное. Хорошо. Спасибо большое, Вячеслав, за ваш комментарий. А мы продолжим с нашими гостями в студии разговор об этом проекте. Евгений Лившиц, руководитель Aviation Cargo Transit Service и Айва Ритовс. Это представитель Латвийской авиационной ассоциации. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете звонить в студию, задавать свои вопросы, может быть, высказывать свои комментарии. Итак, мы как бы видим все компоненты этого пазла перед собой на столе, и кажется, что ничего не мешает его сложить, и вот буквально начать летать, ну, там, хотя бы встать в очередь на самолеты, да, Айвар, который, вы говорите, очень востребованный, и надо успевать записываться, делать заявки. Получается, такая цепочная вопрос, чтобы вы могли бы начать или развивать это, вам надо какое-то, ну, какое-то время по инерции развивать это всё. То есть, то, что, ну, сейчас строится Реал Балтика под наш авиапорт, то, что там с этими поездами можно и какой-то товар из ближайших стран тоже доставляться, и авиаперевозками доставляться в третьи страны, то, что это всё перспективно, но какие-то, там, год или полтора-два надо ехать, отобываться контрактов этих поставок и так далее. То есть, на это надо работать. И надо иметь уверенность, что эти самолёты будут. Я бы начал с другого. Да. Нужно, чтобы наше правительство приняло решение о создании, о выделении средств на создание авиакомпании. То, что, чтобы заказать самолёты и получить их, может уйти от года до полутора, учитывая дефицит. Второе. Мы, если не ошибаюсь, ассоциация написала господину Кариншу письмо с предложением рассмотреть этот вопрос, чтобы он собрал ключевых министров и как-то обсудили это. Мне кажется, даже ответ на это письмо не пришло. Хотя прошло что-то в районе года, мне кажется. То есть, как-то занимаемся не тем, совершенно не тем. Тратим какие-то очень большие деньги на иногда не совсем понятные населению вещи. И даже такой вопрос, да, он стоит денег, но это прорывной проект для Латвии. У нас простаивает 20 с лишним самолётов Арбалтика, которые никуда не летают. Их обещали два года назад продать. За эти деньги уже можно было купить, если было государственное мышление правильное у некоторых руководителей, за эти деньги можно было купить два-три грузовых самолёта. Но никто даже в этом направлении не пошевелился. А как вы смотрите на этот проект? То есть, это должна быть государственная авиакомпания? В принципе, это может быть и государственная, и частная компания. Частная просто гораздо более подвижная. И государственная, может быть, компания. Почему-то лет 10 назад Аэрбалтик планировал поставить два грузовых самолёта. Но так как произошли перетрубации, там предыдущий руководитель ушёл, то этот вопрос тоже ушёл. Эксплуатация грузовых самолётов в каких-то моментах проще, чем эксплуатация пассажирских самолётов. А доход может быть значительно больше. Но вот то, что я сказал минуту назад, что может быть и частная, может быть и государственная. Государство с такой инициативой в лице Аэрбалтика не выступило. Вот эти самолёты как стоят и не летают. И каждые небольшие 75-местные Аэрбалтика. Каждый месяц, насколько я знаю, за них платятся лизинговые проценты в размере 10-12 тысяч. Плюс ещё надо поддерживать техническое состояние. Вчера был опубликован госконтроль, что как бухгалтерский 104 миллиона списаны с Аэрбалтика. Вот на это направление, где коллег горит. Но не об этом начнём. Отвечая на ваш вопрос, вы только что видели в этот пузл, что он собирает в себе то, что в Латвии у нас поднимаются затраты на одно рабочее место. То есть минимальная зарплата и так далее. То есть все эти пищепромышленные предприятия, они снабжатели с рабочими местами физически. То есть если нет сбыт или прибыльеспособность, то они будут оптимизировать рабочие места, роботизировать и так далее. То есть вопрос, чтобы сохранить вот это, вот это есть, где потенциально сбывать этот товар и получить доходы от этого. Вопрос сохранения части пищевой промышленности. Части пищевой промышленности. Рабочие места. То есть ваш адрес же проценты назвал, а физически это называется, что вот есть рабочие места, которые создают эти товары или новые продукты. Есть продвигатель, экспортный менеджер, который занимается этим клиентом. Есть менеджер логистики, который упаковывает или следит за поставками. Потом еще в аэропорту, да, вот эти все рабочие места, которые охлаждяют. Но мы начнем еще с того, что это наше сельское хозяйство. Это как бы наши корни. Это и есть главное. Правильно, потому что потом, как это выливается в окончание. Люди, которые произвели продукт здесь, в Латвии, они получили дополнительный, может быть, получили зарплату. Они где ее потратили? Тут же в Латвии в основном деньги в виде налогов опять в бюджет поступает. То есть просто 50 миллионов экспорта. Это такой грубый расчет. А если посчитать всю цепочку, то государство в итоге получает прибыль. Потому что, чтобы произвести эту продукцию на 50 миллионов экспорта, в каждой продукции где-то 30% зарплаты. И можем сказать, что да, вот там есть 17-16 миллионов зарплаты. На эту зарплату налоги. Куда это идут налоги? Бюджет. Поэтому экономисты этот вопрос понимают. Все производители продуктов, они тоже дали свои заключения на уровне ассоциаций не от одного предприятия. Что да, это нам нужно. И вот мы ждем, когда кто, господин Каринш или кто-то другой, начнут подымать этот вопрос на обсуждение, чтобы выделить деньги на создание грузовой компании. Ну, вы вот так вот оберсовываете ситуацию, кажется, что все за, но вы умалчиваете о том, что профильное министерство на эту тему говорит. То есть, для министерства сообщения это не очевидный проект? У нас министерство сообщения не включило вот в план новых проектов, включило там велодорожки разные в районах, там были перехватывающие стоянки. В новых проектах нет грузовой компании. Я как-то смотрел планы, я знаю, в стране где-то около 100 мостов находятся в аварийном состоянии. Там этого тоже нет. То есть, это вопросы, наверное, к министру, потому что никакой там серьезной проработки этого вопроса со стороны министерства. А может быть, все дело в том, что премьер-министр сказал, что транзит нам не нужен? Ну, это не транзит. Это не транзит, это экспорт. Это экспорт у латвийских продуктов. В том-то дело, как… Премьер-министр тоже может ошибаться. То есть, у нас много что не надо, вопрос, как мы это заменим. Но то, что я вижу на данный момент, что у нас нет конкретных действий, чтобы поддержать своих производителей, поддержать их на рынках сбыта, где потенциально можно в краткие сроки добиться результата. Не просто как-то, а просто физически. Вот что мы знаем, что эти деньги будут. Когда мы говорим конкретно о создавании конкретных рабочих мест, не абстрактных, а реальных, то есть, не завезенных украинцев-строителей, которые через пару месяцев уедут. Ну, то есть, или другого страны-строителей. Ну, то есть, мы завезем строителей, сейчас построим объекты, они уедут и тратят, и будут тратить эти деньги на Украине, а не в Риге, потому что они живут там. И такие нюансы, но мы просто обозначили эту пузлую и так далее. Почему мы вклали в это силы и действия, чтобы обозначили, осматривались с чем-то. То есть, не повезёшь в тот же Среднюю Азию с велосипедом, не построить велодорожки до Средней Азии, и не обоснованно эти яйца, яйца в охлаждённом виде с велосипедом везти туда. То есть, это нюансы, которые надо иметь в виду. А вы только что слышали, что коммерческий директор завода говорит, ключевое место – это логистика. То есть, в наши дни изменилось то, что морские и сухопутные транспорты уже заменяются авиатранспортными. То есть, то, что стратегически авиатранспортные поставки, логистика уже обозначает и конкурирует. Есть ещё масса нюансов, что в некоторые места ничем, кроме самолёта, и не привезти. Только самолётом можно залететь. Но, когда речь идёт о морском контейнере, который идёт месяц... 45 суток, да. Да, и больше. Потом должна быть перегрузка и так далее. В результате получается, что эта логистика не работает. Нет перевозки, нет продажи. Есть оправданные авиационные маршруты, есть неоправданные. Мы говорим исключительно оправданные. А вот такой момент я хотела ещё затронуть. Да, мы немножечко сказали, упомянули о том, что вы обеспечивали поставки в Афганистан для, видимо, американских военных, которые там находились. И сейчас этот маршрут практически закрыт, наверное. Но проблема Афганистана никуда не делась. Там осталось население, там остались, наверное, огромные гуманитарные катастрофы, которые происходят с этим населением. И очевидно, что мировое сообщество каким-то образом будет думать о том, как этому населению помогать. Вопрос правильный. Оно уже и думает. Наши совместно с аэропортом написали письмо о том, чтобы часть гуманитарной помощи, которая будет поставляться в Афганистан, летала из Риги. Вот, насколько я знаю, письмо попало в Министерство сообщения. А попало ли оно дальше в Брюссель, не знаю. Вот, но там есть человек из Латвии, будем так сказать, господин Домбровский, который достаточно серьезно к этим вещам относится и уже помогал. Ну, Валвис Домбровский имеет в виду. Да, в некоторых вопросах. И, возможно, как бы его лоббирование и здравый смысл подскажет, потому что вся инфраструктура в Рижском аэропорту и у нас на терминале сохранена для того, чтобы и эти грузы туда доставлять. Опять же, если решение будет принято в этом году, значит, будут летать не латвийские самолеты, а платить будут американским самолетам или немецким. Вот, потому что самый большой флот грузовых самолетов находится, даже держатель, мне кажется, Атлас, это исландская компания. Но, в принципе, действительно, сегодня все вызовы, которые есть, они требуют в том числе и логистики, и возможностей. Ну, и самое главное, они требуют действий. Скажите, а какой бюджет первоначальный для создания этой авиакомпании и как технически можно двигаться к этому, если, допустим, запрос на перевозки есть уже сейчас, и он может появиться в ближайшее время, допустим, те же гуманитарные грузы, а самолет мы получим при всех благоприятных обстоятельствах только через год, допустим. Да, речь идет даже не об одном, а о двух самолетах. Если покупать самолеты такого плана, как я сказал, А-330 или А-767, то... А-767 Боинг. Боинг, да. То просто у них чуть-чуть тоннаж больше, у Боинга, то получается, что общая сумма где-то крутится в районе 110-120 миллионов. Если же появляются грузы, которые из Риги надо везти, то можно взять достаточно быстро самолет в аренду и использовать его. Это будет дороже, может быть, но если это нужно будет, это можно сделать. Зарегистрировать грузовую компанию, это процесс от 6 до 9 месяцев. То есть это в ИАТах где-то, в международных... Да, есть процедура обязательно. В одном из писем нам министерство сообщения разъясняло, как ее пройти, но те люди, которые ее писали и разъясняли, узнали об этом лет на 20 позже, чем мы. Вот как это делается. Ну, спасибо им за совет. А вот сегодня есть у нас несколько авиакомпаний, и даже можно такой самолет поставить, даже подкрыл под лицензию там другой авиакомпании, лишь бы он начал только работать с грузами. То есть надо продавить дорогу или там закрепиться на этой дороге, которая уже была продавлена? Вот я думаю, что создание грузовой компании – это проект для Латвии не на год, а на десятилетия. Потому что чисто географически все знают, что мы находимся в очень удобном положении. И когда начинает работать грузовая компания, появляются грузы, о которых мы даже сегодня не знаем. Я бы хотел обозначить еще две вещи. Вот вы насчет Домбровского аэросоюза вот этих товаров говорили, понимаете? На данный момент у нас предложение, чтобы использовать только аэропорт. Аэропорт, но если бы у нас были самолеты, значит мы уже можем и доставку предлагать, понимаете? Если мы только порт предлагаем, значит кому-то, у которого есть самолеты, надо сделать остановку в нашем порту. То есть заключать договора, делать цепочку логистики, то есть это труднее. А если это наш аэропорт, у нас же все там есть, значит мы уже даем уже конечную услугу, которая покупает. То есть это конкурентоспособнее и предложением. Это одно обозначивает, что в этой цепочке все товары или услуги с авиатранспортом экономически и конкурентоспособно обоснованы, то есть предлагать. Вторая вещь насчет, извините, насчет вот этих миллионов, мы много о этих миллионах говорим. В общем, по сути, выделенные деньги дают то, что мы можем купить эти самолеты, но они ценность не тратят. Это не самолеты, которые будут простаивать на летной полосе, то есть она востребована и гарантирована, то есть она ликвидна. Вы всегда можете за эти деньги этот самолет и даже дороже продать, ну по сути, если вы хорошо купили и сделали, то есть продать. То есть, по сути, это полноценный актив на пятилетие-десятилетие вложения, которое дает и прибыль, и рынки, и рабочие места. То есть вопрос в другом, что иное или альтернативное наше правительство и руководство все равно дает для нашего… Для оздоровления экономики. Да, да, да. Что было создано новое. Что продвигало, вот что альтернатива. Ну ладно, вы говорите там велодорожки. Хорошо, но обоснуйте. Ну то есть мы обосновали, вот сегодня час обосновали вам по точки, и можем еще говорить и обосновать. Понятно, хорошо. Сегодня мы обсудили тему авиакомпании грузовой, которую предлагает создать наш авиационный отрасль. Я думаю, что эту тему мы должны довести и не только до радиослушателей, до общества, но и до людей, которые принимают решения, депутатов, чтобы они как бы серьезно спросили с правительства, как оно видит движение этой темы, этого проекта, и все-таки как можно быстрее обратилась к тому, чтобы дать ему жизнь. Спасибо Евгению Лившицу и Айвару Ритасу за участие в этой программе. Это люди, которые предложили проект создания в Латвии грузовой авиакомпании. Я думаю, что этот проект может стать флагом Латвии на ближайшее десятилетие. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копин. Всего доброго, до встречи через неделю.